Существует ли другое измерение? Мир, неизвестный нам. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли ангелы? Могут ли наши сновидения содержать послания с небес? Доступны ли нам древние тайны сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Сид Рот более 35 лет исследует удивительный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в программе «Это сверхъестественно». Здравствуйте, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где все сверхъестественное естественным. Я только что вернулся из Иерусалима в Израиле, где я был прямо в центре величайшего чуда со времен Пятидесятницы. Почему это так важно? Я расскажу даже не о чуде. Все кричит о том, что Мессия очень скоро вернется. И я покажу вам очень интересный отрывок из той истории, которую я видел. Здравствуйте, с вами Сид Рот и Израиль Пахтар. Израиль был в Израиле, когда я был в Израиле. Мы стали свидетелями самого выдающегося чуда со времен Пятидесятницы. А что было в Пятидесятницу? Рыбак Петр сказал очень простые слова, и три тысячи евреев пришли к познанию Мессии. Наша аудитория была набита битком. Там было около шестисот пятидесяти человек. И это не отступники. Это шестьсот пятьдесят евреев, которые никогда не слышали Евангелие. И внезапно ко мне пришло слово знания прямо там, в этом большом здании. Что происходит, когда неспасенные евреи слышат слово знания? Многие люди поднимали руки. И знаете что, дорогой Израиль, меня потрясло, сколько людей там было исцелено. Едва началось собрание, они шли вперед. Сид, скажу, что когда вы были там, пришел Дух Святой, и вы говорили очень убедительно. Я смотрел на лица людей благодаря Духу Веры, а они верили вам. Многие из них пришли как скептики и неверующие. Одна встреча изменила всю их жизнь. И это невероятно. Это большое чудо. Вы хотите увидеть клип, в котором неспасенные евреи физически исцеляются? Так давайте посмотрим. Если у вас есть вера в то, что сейчас происходит чудо, встаньте. Если вы хотите этого чуда, или у вас его вообще нет, тогда не вставайте. Все зависит только от вас. Я досчитаю до пяти, и когда скажу пять, проверьте, прошла ли ваша боль. Я думаю, что это честно. Вам как кажется? Честно, да? Хорошо, давайте мы начнем до пяти. Один, два, три, четыре, пять. Если у вас что-то болело, когда вы пришли, а сейчас боль ушла, поднимите руку высоко, чтобы я увидел. Давайте. Держите руки высоко, чтобы я видел. Держите, пожалуйста. Те, кто спереди, оглянитесь и посмотрите, сколько взяли рук. Смотрите, вы опустили руку. Давайте-ка, поднимите. Не опускайте. Еще не всех посчитали. А вот кого посчитали, можете теперь опустить. Я вам помашу, если вы мне помашете. Это чудо? Израиль, меня завораживает ваша жизнь. Вы родились в Крыму, но там не было ни синагог, ни церквей. Ваша бабушка рассказывала вам о Боге. Помните, что она говорила? Во-первых, она говорила, что Бог есть, и Он на меня смотрит. Он знает каждый шаг. Он видит каждый мой день. И надо быть очень осторожным, что я делаю. Но эта искра была в Израиле, пока он не пошел в школу. Вам было семь лет, когда пришла учительница и что-то вам рассказала. В этом возрасте в нашей культуре к учителю относятся как к Богу, очень важному человеку, большому и умному. Она успокоила класс и сказала, хочу сделать очень важное заявление. Бога не существует. Бога просто нет. Именно так она и сказала. Космонавты летали в космос и убедились, что Бога там нет. И добавила при этом. Вы знаете, дети, только глупые люди верят, что Бог существует. Он все равно молился Богу благодаря зернышку, посеянному бабушкой. Он буквально мог ощущать присутствие Бога. Бога 18. К нему подошел верующий из язычников. И как это было? Он рассказал мне об Иешуа, иудейских корнях. Я сразу вспомнил все известные мне аргументы и сказал, традиционно это не для иудеев. Иисус — это не для нас. Но человек был умен настолько, чтобы объяснить мне иудейскую сторону Библии. Не знаю, откуда он это знал. Я верю, что им двигал Дух Святой. Он сказал, Иисус был на 100% иудеем. Он проповедовал в синагогах и жил в Израиле. Он никогда не покидал пределы Израиля. Апостолы, те святые, которые изображены в традиционных церквях, все были иудеями. Библия и Новый Завет были написаны иудеями. Я сказал, продолжай. И он убедил меня. А затем я просто был готов. К тому времени я был готов. Я молился днем и ночью, говорил с небом, с Богом, хотя не знал его по имени. Тот человек объяснил, что его имя — Бог Израиля, Бог Авраама, Бог Исаака, Иакова. А Иисус — это его сын, Иешуа. Дух Святой пленил Израиля. Он загорелся для Бога. Он исцелял всех, кого встречал на своем пути. Он приводил Господу всех, кого только мог. Вы приходите домой, рассказываете матери радостную новость, что верите в Иешуа, ей все равно. Религия. Нет, Бог умер. Кому какая разница? Но мать очень больна. Что с ней было? Она целый месяц лежала из-за проблем с почками. Она не могла двигаться. Вот почему она прислушалась. Она была очень больна. В малой группе, куда я стал ходить, сказали, что Бог может исцелить всех. Они сказали, что я могу помолиться за любого человека и возложить руки. Я не видел, как люди молятся, но послушал их истории и поверил им. Я пошел домой и сказал, мама, я обрел Мессию и стал верующим. Хочу за тебя помолиться. Она сказала, да. Пожалуйста, закрой глаза и не смотри на меня. И я помолился за свою маму в тот момент. Вы слышали это? Мам, закрой глаза, не смотри на меня. Он знал, что не знает, что делать. Я возложил руки, так как мне сказали, и коротко помолился простейшей молитвой. Ну как? Ничего. Я знаю, что Бог исцелил тебя, так что пока я ушел. Тем же вечером я вернулся домой. Она открыла мне дверь и сказала, ты ушел. И через три часа я полностью исцелилась. Не знаю, как ты это сделал. Слава Богу. Это наш Бог. Итак, Израиль, вы поняли, что ничего не знаете. Вы едете в библейскую школу в Эстонии, встречаете там свою жену, вы слышите библейские пророчества о возвращении иудеев в Израиль, о том, что он станет народом за один день. Вы радостно обсуждаете это с женой и планируете однажды туда поехать, потому что в конце-то концов это ваша родина. Но вдруг звучит слышимый голос, «И что вы услышали тогда? Кто говорил с вами?» Со мной говорил Бог. Пришло сильное Божие присутствие. Он сказал мне, «Езжай в родную страну, домой. Здесь тебе не место». Это удивило меня, поскольку в то время в Крыму было пробуждение. Мы повсюду проповедовали Евангелие, люди видели Иисуса каждый день, а я вдруг поеду в Израиль на свою родину. Как-то нелогично. Я решил, что пойду в отставку, и тогда вот поеду. Многие американские иудеи, как верующие в Мессию, так и неверующие, так думают, «Неверно!» Это была небольшая реклама Бога, если хотите. Я пришел домой, и моя жена получила то же самое слово. Вся моя жизнь и планы поменялись. Сразу же. Он поехал в Израиль с женой и своим малышом. Новорожденным. И малышом. А сколько денег у вас было с собой на тот момент? О, я был богат, у меня с собой было 10 долларов. Представляете, поехать в Израиль с женой и малышом с 10 долларами в кармане. Бог хранил этого молодого человека и поднял его как лучшего евангелиста в районе Тель-Авива. Однажды он поехал в маленький израильский городок Аждот, и внезапно Бог проявил себя. Как это было? Мне просто удивительно. Простите, пауза для Бога. Я скажу вам так. Если у вас болит шея или спина, вы исцелены во имя Иешуа. А теперь продолжайте, Израиль. Я ехал в этот город Маляси, наслаждаясь. Вдруг я услышал звук толпы. Мою машину окутало облако славы. Возможно, это длилось несколько секунд, но для меня время будто остановилось. И я попал в другое измерение. Я увидел будущее Аждота, тысячи мессианских верующих, израилитян и других националистей, вместе славящих Иешуа там, в Аждоте. Множество людей, флагов разных стран, много гостей, люди приходят на служение, пробуждение. Я ясно услышал голос Бога. Оставь все позади. Переезжай в Аждот и начинай собрание, говорящих на иврите. Секунду, вы оставили все, приехали в Тель-Авив и отлично там устроились. Что же вы сказали своей жене, вернувшись домой, и что она вам ответила? Я пришел домой радостно и оттого, что слышал Бога и сказал жене, «Со мной говорил Бог, мы живем в Тель-Авиве, но теперь мы едем в Аждот». Воскликнула ли она после этих слов «Халилуя?» Нет. Хотелось бы? Она просто заплакала, но она Божья женщина. Несколько дней она молилась и затем сказала мне со слезами, «Мы переезжаем в Аждот. Это наша судьба. Ведь так тебе сказал Бог». Мало кому удалось бы сделать в Аждоте то, что сделал этот юношу из хорошей привилегированной жизни. Он переехал практически в забытые Богом места. Никому не пожелаю пройти то, что он прошел в Аждоте, но Бог был с ним. Его благодати, Его сил достаточно. Вы поймете, насколько суровыми были Его испытания и что Бог для него сделал. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Резервируйте места и готовьтесь побывать в Израиле, в земле сверхъестественного вместе с Сидом и Джойс Рот. С 24 ноября по 3 декабря 2015 года там идеальная температура. «Эта земля зовет вас!» Посетите Оливковую гуру, Гефсиманский сад, Голгофу, Собрание в гробнице, Верхнюю комнату, Кумран, Родину свитков Мертвого моря и служение на Галилейском море. Если хотите, можете креститься в реке Иордан по-иудейски, так же, как крестился сам Иисус, а так же многое другое. Стоимость этого 10-дневного приключения включает перелет из Нью-Йорка, проживание, все налоги и комиссии. Абсолютно все включено. Не пропустите этот выдающийся тур с Сидом Ротом по специальной низкой цене. Звоните, чтобы узнать о туре или заходите на sidro.org Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа Божией любовью. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. В моей левой ноге начали чувствоваться спазмы. Были сильные боли в ноге. Иногда я мучилась от боли всю ночь, а на утро боль становилась совершенно нестерпимой. Казалось, мне уже ничего не поможет. Я включила вашу программу, в гостях был Крайк Хилл. Я помолилась вместе с ним молитвой покаяния против проклятий и за то, что судила моих родителей. И боль сразу же исчезла. Спасибо, Господь! Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Это сверхъестественно. Израиль Пахтар переезжает с женой, которая не сказала на это «Аллилуйя». Они едут из веселого Тель-Авива «Ваш дот». Все в порядке. Они обустраиваются. Но вдруг в вашем собрании появляется тысяча очень религиозных иудеев, тех, что ходят в высоких черных шляпах, такие все вообще в черном, с бородами и черных одеждах. Скажите, зачем они туда пришли? Им не нравилось, что израилетяне приходят к Господу, особенно в городах Иудеи. Они это подчеркивали. А мы были первым собранием в истории нашего города. Сегодня он довольно большой. 250 тысяч, и в нем всего два собрания — на русском и на иврите. Там нет традиционных церквей, нет баптистов, пятидесятников или кого-либо еще. Только мы. Поэтому было решено закрыть нас, поскольку мы проповедовали Евангелие ежедневно. Постоянно мы ходили по улицам. Настроения людей менялись, и люди нас узнавали. Вас даже стали проклинать на главном ТВ-канале. Это так? Да, их протесты и демонстрации были на ТВ, на радио и в газетах. Часто это было уродливо и нечестно. Они ставили нацистские кресты возле моего имени. Они не знали, как обращаться с иудеями. Они не знали, что может коснуться людских сердец, и это было тяжелым опытом. Потом они пришли к вам домой. И что там было? Не только ко мне. Сначала они стали приходить на каждое собрание, группа протестующих, проклинающих, плюющихся людей. Если бы вы пришли на мое собрание, они бы тоже пришли. Шумная толпа протестующих ортодоксов. Вы знаете таких. Им нужно услышать, почему им не стоит приходить на собрание. Они стали следить за нашими машинами, нашими людьми, следя, когда мы уходим. Они навещали не только моих соседей, но и всех членов собрания, говоря им, какие мы плохие, и как плохо мы поступаем. Конечно, это незаконно, но мы не могли их остановить, потому что у нас не было никаких доказательств против них. Они рассылали фото меня и моей жены с надписями «Опасно», «Осторожно», «Израиль» и «Виктория Пахтар» и с моим адресом. Они называли нас, конечно же, сектантами. Не знаю, как вы с этим справились, и как вы справились с такими гонениями вместе с женой и ребенком. Как вы вообще выстояли? Как вам это удалось? Потому что, на мой взгляд, это очень трудно. Я понял, что нельзя быть готовым гонением. Дух Святой говорил ко мне перед этим, «Я знал, что так будет, но все равно меня застали врасплох». «Почему вы не уехали? Почему не сдались? Многие бы опустили руки». Просто мы знали, что были призваны в этот город. У нас было слово от Бога. Он обещал нам. Мы знали, что тот, кто в нас, сильнее. Писание говорит, народ гибнет без ведения. У этого человека было ведение от Бога. В тот день вы пришли на мое собрание в Иерусалиме. Вы увидели 650 иудеев. 98% из них встали и исповедовали свою веру. Вы видите исцеление, безусловно. И вы сказали мне одну только фразу. «Это новый день для Израиля». Что именно вы тогда имели в виду? Да, это новый день для Израиля, потому что он меняется. Многим этого не представить, но Бог открывает сердца людей, как никогда раньше. И это даже еще не главное пробуждение. Мы были там и видели множество людей, которые никогда не собрались бы, как неверующие в одном месте, чтобы услышать Евангелие и откликнуться на него. Это новый день для Израиля, и атмосфера в нем меняется. Полностью и кардинально. Это связано с молитвами христиан, людей со всего мира, которые верно молятся за Израиль. Кто-то и всю жизнь молится. Я хочу, чтобы вы сейчас посмотрели, как почти 650 иудеев встают и прилюдно провозглашают в Иерусалиме Иешуа, мой Мессия и Господь. Я хочу, чтобы вы испытали Божий покой, чтобы вы познали Машиах, Израиля. Каждый, кто хочет этого покоя, встаньте, я помолюсь за вас сверхъестественной молитвой. Если вы хотите этого покоя, вставайте. Кто хочет шалома от Бога, вставайте. Если нравится все, как есть, сидите. Если считаете, что есть что-то большее, вставайте. Сегодня вы видели чудеса. Вы готовы быть чудом сами? Вы уже готовы быть чудом? Скажите громко, дорогой Бог, я сделал в жизни и мне очень много ошибок. И мне очень жаль. Я хочу знать Тебя. Я хочу, чтобы Иешуа был моим Господом. Господь Иешуа, дай мне новое сердце. Живи во мне. Возьми власть над моей жизнью. Аминь. Ныне время помиловать Сион, Израиль. У вас есть пара слов знания? Если да, то очень быстро. Что говорит вам Бог? Кто исцеляется? Есть люди с проблемами в запястьях и суставах. Прямо сейчас Дух Святой прикасается к ним. Получайте свое исцеление на том месте, где вы находитесь. Я ощущаю поток Духа Святого. И я тоже. Он касается людей, касается их спин, их тел. Сейчас идет поток живого Духа Божьего. Берите то, что вам нужно, что бы это ни было. Мессия заплатил цену за все ваши болезни и боль. В 104-м псалме сказано «Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его». Он простил все мои грехи. Он исцелил все, абсолютно все наши болезни. Примите это верой. Сделайте то, чего не могли сделать. Исцеление ваше Иисус дал вам Его. Это сверхъестественно. Если вы любите смотреть нашу программу, то сейчас вы можете смотреть сотни наших архивных программ онлайн. Сколько пожелаете на своем компьютере, смартфоне, айпаде или на вашем любимом планшете. Эти программы станут инструментом, который поможет вам стать нормальными, но нормальными в библейском понимании этого слова. Так что присоединяйтесь, к нам на нашем сайте. Там вы сможете посмотреть специальные трансляции служения и наставничества, передаваемые из нашего медиа-центра, находящегося в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, в которых участвуют лучшие учителя с самыми разнообразными дарами Святого Духа. Айсен — это средство, которое сделает вас нормальными, нормальными в соответствии с Библией. Вы будете научены и наделены способностью жить в Божьем сверхъестественном, так, как никогда ранее. Просто заходите на веб-сайт, адрес которого указан на экране. Смотрите в следующем выпуске. За пять лет число чудес у моего гостя выросло с нуля до трех тысяч. На его собраниях исцеляются 100% людей. Он говорит, что его шокируют, если люди не исцеляются. Это нормально. Он хочет сделать и вас так же нормальными. Я думаю, что вы готовы к этому. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю. «Я ящ stood в姐ите〖 sensit Windsor» А от Laurelier саги «Иra Rat skin» Сиду